Уроки мужества проходят в школах в преддверии Дня Великой Победы. Молодежи на примерах отважных земляков прививают чувство патриотизма. Одно из череды мероприятий прошло в Первой Магасской школе. Лекции проходят по ТГИДе Управления ФСБ России по Ингушетии и Пограничного управления. Дана Плеева продолжит тему. Победный май 45-го года, ознаменовавший собой конец одной из самых кровопролитных войн в истории человечества. Цена этой победы жизни сотен наших земляков. О том, насколько важно помнить их доблесть и отвагу, школьникам рассказывают сегодняшние гости. Это великий день, это великая победа, это была победа добра над злом. Люди, которые хотят унижать других людей, уничтожать это зло, это нехорошо. А люди, которые восстают против этого зла, несут добро, свет, вот это добро. Организаторы урока мужества в Первой школе Магаса, Управление ФСБ по Ингушетии и Пограничное управление. В числе лекторов, ветераны этих ведомств, проработавшие без малого два десятка лет, а то и больше. Знать историю своего народа, помнить и чтить ветеранов, даровавших своим потомкам мир. Такой основной посыл лекции для старшеклассников. Великое Отечественное, как рассказывает Башир Катиев, первый начальник ФСБ по Ингушетии, застало весь советский народ в очень непростое время. Было время тяжелое, горественное, тяжелое в том плане, что люди только начали нормально жить, а уже война. Только начали расти детей, только начали приспосабливаться к новой жизни, к новым условиям. Здесь надо уходить. Мужчины все уходили на войну. Небольшой экскурс в прошлое от лекторов позади. И урок переходит в формат «Вопрос-ответ». Ребят интересуют многое, причем не только о войне. К примеру, Елизавете Кожанец очень интересно, какие черты характера важны в человеке, особенно в военное время. Кроме выдержки, смелости и мужества, есть такая черта характера, которая нужна не только на поле боя, но и в мирной жизни, уверен Башир Катиев. И это надежность. Человек должен быть надежным. Если вы его выбираете, вам предстоит выбрать много раз еще своих попутчиков, наследников, людей, с которыми вы проживете. Если этот человек надежный для вас, а надежность проверяется на каком-то отрезке жизни. Такие патриотические мероприятия для учащихся проводят часто. Через истории о войне, солдатах, ковавших победу, у учащихся появляется уверенность в безопасном завтрашнем дне. Ведь если наши ветераны смогли преодолеть столько тяжких испытаний, значит и нам, их потомкам, нельзя сдаваться и опускать руки перед трудностями жизни. Меня урок научил, наверное, тому, что нельзя бояться, нужно смотреть в судьбе в глаза. То, что вся жизнь в наших руках. Надо за нее держаться и радоваться ей, несмотря на какие трудности. В нашей школе довольно часто приходят разные люди, нам рассказывают о военных действиях, о вообще службе и как это все проходит. Действительно, это очень интересно и каждый раз мы узнаем очень много нового и интересного. Уроки мужества организаторы планируют провести в других общеобразовательных учреждениях региона. А 13 мая на базе этой школы пройдет смотр строя. Дана Пли, Васхабела, Киев. Новости 24.